Традиции заказных политических убийств благополучно перекочевали из Советского Союза в современную Россию. Да и неудивительно, на ключевых должностях снова бывшие сотрудники КГБ. Государство вроде бы новое, а методы старые. Один из излюбленных приемов отравления уже не таким банальным ядом, как цианистый калий, убивший Степана Бандеру, а чем-то поновее, посовременнее. Наука не стоит на месте, а в России она, к тому же, всегда на службе госбезопасности. В 1998 году подполковник ФСБ Александр Литвиненко с группой действующих сотрудников госбезопасности заявил на пресс-конференции в Москве, что начальство приказало им убить заместителя секретаря Совета Безопасности России Бориса Березовского. В 2000 году, после возбуждения в отношении Литвиненко ряда уголовных дел, он бежал с семьей в Великобританию и получил там политическое убежище. В 2006 году его отравили радиоактивным полониям-210. Высокотехнологичные способы убийства обходятся дорого и применяются, по-видимому, не так уж часто. Поэтому убийцы пользуются и надежными традиционными методами, выстрелами в спину или в подъезде дома. Именно так были убиты в 1998 году депутат Государственной Думы Галина Старовойтова, а в 2006 году журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. При всем разнообразии и изошленности методов политических расправ, убийцы часто втираются в доверие к своим будущим жертвам или пытаются их чем-то заинтересовать. Агент Советской Госбезопасности Рамон Меркадер проник в окружение Льва Троцкого под видом убежденного троцкиста. Офицер НКВД Павел Судоплатов проник в ближайшее окружение Евгения Коновальца под видом преданного сторонника ОУН. Александр Литвиненко доверился человеку, которого считал своим другом. В баре лондонского отеля «Миллениум», они вместе пили чай, но в чашку Литвиненко друг добавил яд. Британское правосудие обвиняет в этом убийстве бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового, ныне депутата Государственной Думы. В 1994 году журналисту московского комсомольца Дмитрию Холодову, расследовавшему случай коррупции в армии, передали кейс, в котором была смонтирована бомба. Он открыл этот кейс у себя на работе, рассказывает шеф-редактор сайта МК Екатерина Деева. 17 октября 1994 года военный корреспондент МК Дмитрий Холодов был взорван на своем рабочем месте. Информатор Димы сказал ему, что хочет передать ему очень важные документы, касаемые коррупции в армии. Дима получил этот дипломат на вокзале по жетону, и все было устроено таким образом, чтобы он открыл его именно на работе. По некоторым данным, ключ от дипломата ему передали непосредственно у входа в редакцию. Соответственно, он торопился его открыть, и он открыл дипломатов, там была мимо ловушка. Дима умер в кабинете. И журналистская работа Холодова, и демонстративный характер расправы не оставляют сомнений, что это было политическое убийство. Екатерина Деева. Дело Холодова, безусловно, имеет политическую подоплеку, потому что Дима в тот момент находился в центре внимания, как военный журналист. Он находился в оппозиции к власти, он критиковал министра обороны Грачева лично. Кроме того, он вышел на махинации различные, которые совершались военнослужащим. Это торговля оружием могла быть, и подготовка бандитов на базах официальной военной подготовке, и так далее. И сам характер преступления, то, что он был убит в редакции, именно в редакции, это могли ведь сделать в темном переулке или где-то еще, конечно, свидетельствует о том, что да, это убийство политическое. В эфире Радио Свобода, программа Дежавю, и я ее ведущий Александр Подробинек. Убийство обрывает человеческую жизнь, но не обрывает ход истории. Важная часть ее – расплата за совершенные преступления. Настигала ли она убийц? К сожалению, далеко не всегда. Организатор и участник убийства Георгия Гапона С.Р. Петр Рутенберг стал одним из руководителей сионистского движения и умер в подмандатной Палестине в 1942 году в возрасте 64 лет. Бывший царский офицер Сергей Таборицкий, убивший в Мюнхене Владимира Набокова, был задержан немецкой полицией. Суд приговорил его к 14 годам каторжной тюрьмы. Однако он вышел по амнистии в 1927 году, активно сотрудничал с нацистами и даже вступил в национал-социалистическую рабочую партию Германии. После 1945 года следы его теряются. Убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, члены Борн Никиты Тихонов и Евгения Хасис были пойманы и осуждены. Хасис на 18 лет лишения свободы Тихонов пожизненно. В дальнейшем Евгения Хасис дала показания о том, что деятельность их организации курировал сотрудник администрации президента России. Убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер за свое преступление получил в СССР звание Герой Советского Союза, а в Мексике 20 лет тюрьмы. Срок отсидел полностью. Потом приехал в Советский Союз, работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В середине 70-х годов переехал на Кубу, где служил советником Министерства иностранных дел. Умер в 1978 году в возрасте 65 лет от царкомы. Убийца Евгения Коновальца Павел Судоплатов дослужился в Министерстве госбезопасности до высоких должностей и звания генерал-лейтенанта. Курировал испытания ядов на заключенных. Организовал убийство Соломона Михоулса. После смерти Сталина он был арестован, успешно симулировал сумасшествие и пять лет находился в Ленинградской тюремно-психиатрической больнице. В 1958 году его приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке государственного переворота, производстве опытов над людьми, похищениях и многочисленных убийствах. Отсидел весь свой срок. В 1992 году был реабилитирован. Умер в 1996 в возрасте 89 лет. Что означало реабилитация профессионального убийцы Павла Судоплатова уже в новой демократической России, говорит историк Никита Петров. Когда мы спрашиваем, был ли суд над убийцами? Да, был. Ему не инкриминировали убийства Коновальца, потому что Евгений Коновальц для советской власти так и был и оставался хрестоматийным врагом. Но Судоплатова обвинили в том, что по заданию Сталина внутри страны он осуществлял точно такие же убийства, замаскированные под несчастные случаи. Если случай убийства Коновальца был демонстративный, взорвалась бомба и в Роттердаме все это знали, и это убийство, осуществленное общественно опасным способом, то в других случаях, например, как внутри Советского Союза, в 1946-1947 году серия убийств маскировалась под несчастные случаи. Попадание под машины, смерть по причине внутренних болезней, инфаркт, как это было с украинским национальным лидером бородьбистом Шумским в 1946 году, когда его отравили в поезде. Непосредственно лично Судоплатов выезжал на эти акции. И поэтому, когда Берию, например, обвиняли в том, что он участвовал в террористических расправах над советскими гражданами по приказу Сталина, это абсолютная правда. И Берий участвовал в таких вещах в 1940 году, готовил покушение и проводил тайные убийства. И Судоплатов. И вот именно за это Судоплатов был осужден. Сегодня, глядя из уже сегодняшнего далека, конечно, нелепо видеть, что Судоплатов реабилитирован. Берии нет, а Судоплатов реабилитирован. То есть, как будто бы считается, что подобные тайные убийства, осуществленные по приказу Сталина, являются доблестью. Это сегодняшняя ментальность нашего российского государства. Убийца Льва Ребета и Степана Бандеры, сотрудник КГБ Богдан Сташинский, в 1961 году вместе со своей женой бежал в Западный Берлин, сдался полиции и признался в совершенных преступлениях. Был приговорен к восьми годам тюрьмы, отсидел половину, освободился и, сделав пластическую операцию и, получив новые документы на новое имя, затерялся то ли в США, то ли в Южной Африке. Советскому Союзу, между тем, пришлось отбиваться от обвинений в международной террористической деятельности. Никита Петров. Вина Советского Союза стала всем очевидна, потому что выяснилось, что Богдан Сташинский по распоряжению советского руководства, президиума ЦК КПСС, был награжден орденом Боевого Красного Знамени в ноябре 1959 года, что санкцию на убийство давал президиум ЦК КПСС, уже тот после Сталинский, Хрущевский, президиум ЦК. И Советскому Союзу, вот после ухода Сташинского на Запад, пришлось на долгие годы от таких вот явных и демонстративных террористических акций отказаться, потому что престиж был окончательно уронен. Организатора убийства Старовойтовой, прапорщика Главного разведывательного управления Генштаба Российской Армии Юрия Колчина переговорили к 20 годам лишения свободы. Киллера из Тамбовской оргпреступной группировки Виталия Акиншина к 23,5 годам. Еще один обвиняемый бежал и бесследно исчез. В прошлом году свое соучастие в убийстве признал бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Глушенко, он же член все той же Тамбовской ОПГ по кличке Миша Хохол. Заказчика преступления так и не нашли. По делу об убийстве журналистки Анны Политковской, к 11 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГОВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Организатора убийства Лом Олега Итукаева и киллера Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению. Их сообщников, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, к 12 и 14 годам. А бывшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Сергея Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и неизвестен. Бывший сотрудник КГБ Андрей Луговой, которого в Англии обвиняет в убийстве Литвиненко, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Он автор закона, фактически вводящего цензуру в интернете. Обвиняемые в убийстве Дмитрия Холодова предстали перед судом, но наказаны не были. Рассказывает журналистка Екатерина Деева. Убийца искали. Сначала убийца искали очень вяло, до тех пор, пока московский комсомолец не объявил награду тем, кто может дать какую-то информацию о преступниках. Тогда появился человек, свидетель, который знал граждан из 45 полка спецназа ВДВ и дал следствию информацию. А после этого произошла утечка информации. И как можно судить из материала в дело, судимые узнали сразу же, что на них поступила информация и стали действовать соответствующим образом. Более того, этого ключевого свидетеля тут же отправили в Чечню. Тогда шла война. Он рассказал следователю об этом. Сказал, может быть, вы что-то сделаете, но нет. Его отправили в Чечню, там ему угрожали. Там его заставили подписать бумаги, в которых он отказывался от своих показаний. И только путем дальнейших следственных действий удалось это как-то снивелировать. И если смотреть все эти тома, дело Холодова, видно, насколько плохо велось расследование. У меня версия одна единственная. Это то, что было указание сверху, да, его вести, но вести определенным образом. Выходит на какой-то след интересный. Стоп. Дальше материал дела, ничего поэтому нет. Такое ощущение, что били по рукам следователя, мы говорили, вот здесь остановитесь. Торговля оружием из западной группы войск, какие-то возможные поставки Чечню, остановитесь. Подготовка боевиков на полигонах ГРУ. Стоп. Остановитесь. Дальше не расследуйте. Было долгое следствие. Два судебных процесса. Шестеро обвиняемых. Они были отпущены. Официальная формулировка за отсутствием доказательств. Теперь эти люди на свободе. Им были выплачены компенсации за ущерб, который они понесли во время следствия нахождения в СИЗО. Официальный заказчик так и не был назван. Всего этого дела. Настигнет ли возмездие убийц Бориса Немцова? Вдохновителей и организаторов этого преступления вряд ли. В лучшем случае найдут киллеров и труппосредника между заказчиками и исполнителями. Этот труп гарантирует высокопоставленным заказчикам, что правосудие их никогда по этому поводу не побеспокоит. Есть ли надежда, что на этот раз все будет иначе? Много ли общего между политическими убийствами, о которых мы рассказали, и убийством Бориса Немцова? Говорят гости нашей передачи. Журналистка Екатерина Деева. Безусловно. Во-первых, это вызывающий характер преступления. Бориса Ефимовича убили где напротив Кремля фактически. Потом, если рецепт мимо шинопреступников разъезжала по всему центру города, мимо Госдумы, мимо Совета Федерации и так далее. Диму Холодова убили в редакции. Это специально было рассчитано, специально было построено с расчетом на огромный резонанс политический. Потом Борис Ефимович, он находился тоже в центре внимания, как оппозиционная фигура. Вспомним все его деятельности, его доклады, которые он писал. Доклад, говорят о докладе, который он готовил сейчас, о наличии российских войск в Украине. Дмитрий Холодов тоже находился в центре внимания, как журналист. Очень обсуждались его публикации, направленные против министра обороны Грачева, его расследования журналистские. С моей точки зрения просматривается организующая воля государства. Я практически не сомневаюсь в том, что за убийством стоит Кремль. Другое дело, что наученные многими-многими годами советской официальной террористической доктриной, нынешние лидеры, они скорее проводят эти акции несколько иначе. Во-первых, думаю, оставляют меньше документов, наученные горьким опытом советского периода, когда то, о чем я рассказывал, документы все эти оказались в архивах, и их можно посмотреть. А второе, это то, что таким образом надо всегда дистанцироваться, как полагает нынешнее руководство. То есть это делают люди, знаете, как в фильме, как бы не из нашего района. И всегда люди, у которых мы можем тоже найти какие-то свои мотивы. Но я уверен, что рано или поздно истина все-таки откроется.